Русские новости Выпуск накануне шествия «Русская весна», которое в этом году состоится, как и во все прежние годы 1 мая, в Москве, состоится в 13.30, сбор у метро «Октябрьское поле», и шествие до метро «Щукинское», там состоится митинг. Власти зажали нас очень плотно по графику, поэтому просьба тем, кто придет на наше шествие, не опаздывать, потому что у нас построение до 14 часов, активисты должны прийти, разумеется, пораньше, вход будет для построения, начиная с 13 часов, с 13.30 всех остальных приглашаем, но никак не позже. 14 часов шествие должно начаться, час у нас на прохождение, может быть мы пройдем побыстрее, и час на митинг. Больше нам власти не предоставляют возможности, не потому что там нет возможности, а потому что вот так они решили. Таков произвол московских властей, Департамента безопасности. Я еще предполагаю, что полицая им поручено организовать какую-нибудь гадость, какую-нибудь провокацию. Я не сомневаюсь, что кого-нибудь они задержат без всяких на то оснований. Ну как у нас на одном из шествий задержали человека просто за то, что он закурил. Но он не знал, что в черте митинга, который огражден вот этими барьерами, которые ставят полицай, нельзя курить. Ну вот он закурил, его задержали. Можно просто сделать замечание. И на этом исчерпан будет этот эпизод. Но они ждали, что бы такое придумать. Пытались задержать тоже год назад Кирилла Барабаша. Почему? Потому что поступила команда, что вот они несут неправильный плакат. Усыпить семь подземных королей, где в шутовских колпаках были изображены высшие должностные лица государства. Ну что значит усыпить? Усыпить, видимо, эти люди подумали, что... Да и многие, наверное, сторонние граждане подумали, что усыпить... Ну это вот как усыпляют бездомных собак или бешеных собак, укольчик и все. Но когда речь идет про семь подземных королей, они же не читали. И в детстве ничего не читали. Это люди абсолютно необразованные и вообще ни в чем не преуспевшие. Поэтому они не знали, что семь подземных королей именно усыпили. Они заснули, прознулись. Были вот такими негодяями, проснулись, в общем-то, нормальными людьми, с которыми можно было иметь дело. Вот об этом шла речь. Но попытались задержать Кирилла Барбаша, специально провоцировали противостояние. Вызвали ОМОН, который там оцепил автобус, где происходил опрос, какие-то бумажки заполняли. Ну вроде бы это все рассосалось, но сама подлость полицаев, конечно, просто запредельная. Они готовы выполнить любой противозаконный приказ. То есть нужно организовать провокацию, они будут ее организовывать. Нужно им перекрыть вообще любой доступ людей к нашествия, они это сделают. Ну почему у нас выходят там не миллионы? Ну, во-первых, люди трусят, просто элементарно трусят. Действительно, почему не трусят, когда предоставляют возможность выйти либерастам? Потому что, во-первых, приглашение идет от официально зарегистрированных средств массовой информации. Даже по центральным каналам телевидения объявляют. Вот, приходите тогда-то туда-то, либералы опять будут бузить. Ну, люди считают, что, во-первых, пригласили официально по телевидению, об этом сказали. Во-вторых, никогда никаких там задержаний, никаких запретов у них не было. В-третьих, им предоставляют возможность ходить своими шествиями в центре. То есть это любезные нашим властям оппозиционеры, очень удобные, поэтому они им предоставляют все возможности. И люди приходят, потому что это просто праздник. А у нас это загон, это цепные собаки без намордников причем, это сотни полиционеров, которые ограждают вообще весь путь нашего шествия. Что-то, не дай бог, никто не присоединился. Для нашей безопасности вся вот эта вот шушера абсолютно не нужна, абсолютно. Ни один человек из этих полицеев нам не нужен. Мы спокойно могли бы обойтись своими силами, организовать систему безопасности. Но эти люди не только создают нам совершенно неприемлемые условия для провозглашения наших лозунгов и наших требований, не столько к власти, потому что к власти мы уже не обращаемся, мы обращаем требования к русскому народу. Терпеть эту власть невозможно, потому что это власть изменников, воров и русофобов. Власть надо гнать в шею, а не ходить на выборы за ней, как бараны. Нас загоняют каждый год на так называемый день голосования, даже два раза в год. И вот бараны идут, голосуют, потом говорят, ну как же так, опять что-то такое выбрали, опять какого-то негодяя выбрали. Теперь предполагается, что выберут негодяев в целую Государственную Думу, набьют ее негодяями. А вы голосуйте, голосуйте. Ну вот мы должны против этого высказываться и хотим против этого высказываться. И против много чего еще, о чем я скажу потом. Нам создают условия, как будто, знаете, мы опасные для всего окружающего населения люди. Не то, что нам кто-то угрожает. По-хорошему-то полиция должна поддерживать режим порядка и безопасности. Но она не поддерживает. Она занимается провокациями. То есть там есть люди, которые специально и намеренно провоцируют какие-то события. Специально в массу людей внедряются сотрудники ФСБ в гражданской форме, которые провоцируют. Вот сейчас Александр Амелин потерпел от вот этой провокации, когда он высказал, что ну кто в горячке не скажет какое-нибудь не то слово. Ну вот он не то слово сказал. И самое главное, что он не понравился полицаю, очередному там ФСБшнику, которому надо было непременно встать за трибуной. За трибуной, где находились люди, которые выступали по очереди. Все было в порядке. Нет, надо было этому уроду обязательно там встать. И Александр Амелин ему помешал. Сказал, нет, ты здесь не пройдешь. Он как один из организаторов этого мероприятия имел на это полное право. Ну а тут вот это злобное существо, как я понимаю, написал какой-то донос. Или какую-нибудь там докладную записку. И вот Александр Амелин на полтора года выключен из общественной жизни. Ну и естественно там соответствующие судьи действовали. Вот которые расценили так два слова, сказанных неаккуратно, скажем так. Ну он что-то там сказал про вилы, про автоматы. Ну не следует этого говорить. И тем более, что вот в нервном состоянии, когда вы выходите на трибуны, выступаете, у вас может вылететь какое-то слово, за которое зацепится вот эта вся воровская шайка. И начнет вас терзать. Не надо. Надо готовиться к выступлению, выступать взвешенно и по существу. Нам же не нужно просто бузить. Нам нужна русская государственная власть. Русская национальная власть. А вот эти люди, которые хотят больше себя показать, что-то такое резко высказаться в сторону властей, с какими-то там бранными словами, с призывами к насилию, это, конечно, дело бессмысленное. Мы должны призывать к тому, что все эти люди должны будут русской властью арестованы и осуждены за свои преступления. Вот за свои преступления должны будут быть осуждены и те, кто преследует русских общественных активистов. Да, иногда что-то такое они там неаккуратно сказали, неаккуратную какую-нибудь картинку лайкнули и так далее. Вот все, кто за это привлекал людей к ответственности, конечно, нарушали конституционный порядок, конечно, несообразно применяли право, они не защищали право, не защищали правопорядок в России, а наоборот, его злостно нарушали. Вот за эти злостные нарушения, я думаю, что где-то 5-10 лет лишения свободы, а для следователей и судей это, я думаю, пожизненное заключение, вот это то, что, наверное, мы будем добиваться, я предполагаю, что это вполне справедливо. Вот те, кто получал какие-то дополнительные возможности по карьерному росту, какие-то премии, звездочки на погоны, вот все эти люди, которые касались русских общественных активистов, должны получить значительные сроки. Это не политзаключенные будут, потому что это люди, которые изменили своему долгу, изменили свои профессии и подвергли совершенно необоснованным репрессиям людей, которые заняты общественно-политической деятельностью. Не каждый из них достаточно взвешен и образован, чтобы не сказать лишнего и под какой-нибудь картинкой не подписаться с комментариями. Поэтому, ну, эти люди в чем-то может быть виноваты. Они виноваты в том, что они неаккуратно действуют. В нынешних условиях это опрометчиво, просто с нашей точки зрения неправильно. А с точки зрения полицаев, которым дают задание, это повод для того, чтобы зацепиться. Беззаконно, бесправно, но зацепиться и испортить человеку жизнь. Накануне нашего шествия, 1 мая, в Санкт-Петербурге тоже будет шествие. Сейчас скажу, где оно будет. Значит, русская весна, это будет часть большого шествия, потому что нам не позволяют организовать свое власти Санкт-Петербурга, что при Матвиенко, что при Полтавченко. В общем, как были русофобами, так и остаются. И поэтому не позволяют нам организовать свое собственное шествие. А часть шествия, которое будет организовано в русскую колонну, русский национальный фронт, проводит сбор в 11 часов у дома 17 по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге. Так вот, в Санкт-Петербурге накануне этого шествия нашелся еще один подонок, по-другому я назвать не могу, человек, который грубейшим образом нарушил закон, следователь, такой вот летеха от юстиции. Вот это существо, которое подготовили как аморального совершенно человека в системе следственных органов. Вот где-то он там учился, наверное, его подготовили. Для того, чтобы он получил следующую звездочку, получил какую-то перспективу, подготовили. Вот есть спецсудии, которые готовы на любые преступления. Вот это вот спецследователь, который готов на любые преступления. Он возбудил уголовное дело, вы думаете, по какому основанию? По возбуждению розни к сотрудникам Центра противодействия экстремизму. Ну, там невозможно возбудить рознь, ненависть, потому что это уже общее. Вот кто сталкивался с этим ЦПЭ, так называемым, тот не может испытывать никаких других чувств. Я не испытываю никаких других чувств. То есть, во мне что-то возбудить просто невозможно. Там уже все возбуждено. Своей деятельностью Центр противодействия экстремизму возбуждает ненависть любого человека, который хоть что-то узнает об этом Центре. Я очень хорошо помню момент, когда один из московских представителей этой неуважаемой организации стоял у входа на очередное наше шествие, это было влюблено. Такая уголовная рожа, извините за выражение, не в форме, в какой-то майке, руки в наколках. То есть, такое впечатление, что уголовника просто взяли из тюрьмы, и он вот с этой рожей там стоял и отдавал распоряжение о том, что можно пронести нашествие, что нельзя. Ну, там люди приходят с плакатом, говорят, это не по теме, а какое твое собачье дело, по теме или не по теме. Если есть какое-то правонарушение, составляй протокол. А если ты без формы, иди домой. Вот в форме, да, подойди, значит, если есть какое-то нарушение, составь протокол. Мы, как организаторы, имеем право только мы кого-то выгнать и сказать, что это не наша лозунг, это не наша тема, но еще и отбирать плакаты, отбирать листовки. И вот этим занимался вот этот ЦПЭ, так называемый, в Москве. А как я еще должен относиться? Как должны относиться окружающие люди к актам совершенно циничного произвола? К действиям, которые далеко за пределами закона, которые грубо нарушают все декларированные, даже те вот убогие декларированные права, которые есть в Конституции. Как мы должны к ним относиться? Ну вот что-то там Дина Гарина год назад, год назад сказала на одном из мероприятий. И вот всех участников, кто присутствовал при всем, объявили не просто свидетелями, а такими свидетелями, которых надо обыскивать, которым можно вломиться ранним утром в квартиру, разгромить ее полностью, выворотить там все хозяйство, значит, на пол, на диваны там, конфисковать все то, что необходимо человеку для работы, для общественной деятельности, для бытовых нужд, телефоны, ноутбуки, записные книжки и так далее. Человек лишается вообще возможности нормально жить, потому что какой-то следователь, как-то его там Лялякин или не помню, как он сейчас, я вспомню, Лялицкий почти угадал. Иван Лялицкий, это, значит, следователь, лейтенант юстиции, Иван Лялицкий, инспирировал вот это фальшивое уголовное дело, он, конечно, тем самым сразу стал преступником для нас. Вот мы все должны запомнить, вот Иван Лялицкий, ныне следователь, лейтенант юстиции в Санкт-Петербурге. Конечно, он должен будет при изменившихся условиях быть разыскан, арестован и посажен в тюрьму, уже за сам факт того, что он совершил. И сам факт того, что у целого ряда людей проведены грубые обыски и нарушены грубейшим образом их права. Эти люди были арестованы, ну, некоторые, тут мне какой-то урод, извините, из массовой информации написал, а вы не видите разницу между задержанным и арестованным? Я вижу разницу, я знаю правовую основу этих вопросов. Ну, когда человека насильственно доставляют к следователю, это называется арест, а не задержание. Задержание, знаете, задержали вас на улице на время что-то там у вас выспросить или установить личность. Это арест. Так же, как и меня арестовали вместе с группой наших друзей-соратников из РНФ 3 января. Нас арестовали, а не задержали. Именно арестовали, незаконно лишили свободы. Не было там бумажек по аресту, так там не было и никаких причин для задержания. И здесь тоже самое, не было никаких причин для насильственного доставления к следователю, к вот этому Лялякину, Лялякину, или как он Ля, извините, снова не могу запомнить, Лялицкий, Лялицкий. Разгрому подверглась квартира Степана Иванова, лидера Санкт-Петербургского отделения партии «Великая Россия». Был проведен обыск в Вышнем Волочке у Анатолия Дюбченко, а также был проведен обыск у Николая Бондарико, который просто в течение последнего года истерзан так называемой правоохранительной системой, просто замучен самым настоящим способом. То есть доведен до ситуации, можно сказать, на грани жизни и смерти. То есть его подводят под ситуацию, когда ему здоровье не позволит переносить те издевательства, которые придумывают вот такие Лялякины, Лялицкие или Талаевы. Талаева – это фамилия старшего следователя, следователя по особо важным делам в Москве, который возбудил совершенно абсурдное дело против Кирилла Барабаша, его соратников по инициативной группе за проведение референдума, за ответственную власть. И там тоже, вот здесь, значит, ЦПЭ, кто-то там, Центр противодействия экстремизму, кто-то там возбудил рознь, и все, кто стоял рядом, значит, являются преступниками, а так ведут себя только с преступниками. То есть для этой власти все мы, кто слушает что-то такое вот с их точки зрения непотребное, мы все преступники. Вот и вы, кто смотрит русские новости, тоже будете преступниками, вот если вот такие Талаевы будут продолжать свою деятельность. Так вот, Талаева возбудила уголовное дело против Кирилла Барабаша, члена штаба Русского национального фронта, по какой причине? Потому что якобы чиновники – это социальная группа. Ну, такой абсурд представить себе просто здоровому человеку невозможно. Конечно, это никакая не социальная группа, и на этом мы никогда не согласимся. Даже если судья просто сошла с ума, там такая вот мясотелая дура сидела на месте, которое называется судебным, или в помещении, которое называлось судом, но суда-то никакого не было. Потому что эта тетка, не судья, просто тетка, которую посадили на место судьи, она решила, что вот ей поручили, и она будет вот именно это и делать. Это нет, здесь нет никакого процесса, никакого выслушивания экспертов. Ну, эксперты пришли, я в том числе приходил. Мы что-то говорили, как люди, которые занимаются наукой, занимаются социологией, знают социологическую терминологию. Судье, в общем-то, было наплевать. Судье, прокурору, всей этой шайке-лейке. Это просто преступная группа, и как преступная группа, я думаю, что это и будет рассматриваться русской властью. То есть есть следователь Талаева, есть прокурор, который поддерживал это обвинение, тоже такая девица с молодых ногтей, приученная к подлостям. Есть судья, вот эта дама бальзаковского возраста, которая, конечно, никаким судьей не является, а просто является какой-то теткой, которую с базара ее взяли и посадили вот сюда. Она, естественно, ничего не понимала, ничего не знала, и так вот и будет, видимо, прикидываться. Да я ничего не знаю, откуда. Вот эксперты что-то сказали там из этой конторы, которая теперь называется Московская юридическая академия МИУА. Там какие-то бывшие преподаватели марксизма и ленинизма стали рассказывать о том, что все-таки это социальная группа, чиновников вообще трогать нельзя. То есть критиковать чиновников нельзя, даже если они преступники. Вот мы критикуем, например, я критикую судью, вот обобщить я не могу, что все судьи, а мне приходится обобщать. Я не видел ни одного честного судью. Клянусь, вот во всех судебных процессах, в которых я участвовал, я не видел ни одного честного судью. Я не видел честных прокуроров, я не видел честных следователей. У меня не такая большая практика. Наверное, где-то такие есть. Может быть, есть. Не видел ни одного. Вы кого-нибудь видели, вот те, кто иногда приходит в суд, или, не дай бог, как подсудимый, или как истец, или как ответчик, вы видели честного, профессионально подготовленного судью. Я не видел ни разу. Ну, там несколько десятков судебных процессов, в которых я как-то участвовал. Слава богу, подсудимым не был ни разу. Но я не видел. Мне приходится обобщать. Я как гражданин вынужден обобщать. Я вижу, что полный абсурд, вся судебная система пронизана полным идиотизмом. И те, кто сидят в мантиях и называются судьями, это никакие не судьи. Мы их избирали, мы от них передавали, вот как источник власти, мы по конституции народ, источник власти. Мы им что-то передавали. Мы им ничего не передавали, никаких полномочий. Им полномочия передает человек, который называет себя президентом по недоразумению, самозванец. И их утверждает Совет Федерации. Вот это те, кого называют судьями. Для нас они никакие не судьи, никаким авторитетом они не пользуются. Знаниями необходимыми для того, чтобы вести судопроизводство, они не обладают. Я это вижу постоянно, в каком бы суде я бы ни побывал. Мне, честно говоря, тошно туда ходить. Просто мерзко заходить в суд. Можешь общаться со всякими следователями. Я буду стараться, чтобы никогда с ними не общаться ни под каким видом, даже если буду обязан общаться. Думаю, все, кто когда-либо касался правоохранителя системы, кроме чувства омерзения, не испытывали ничего. Не кто-то возбуждает рознь к ним. Не кто-то возбуждает ненависть к чиновникам, к прокурорам, к судьям. Ненависть возбуждают они сами. Своим бесстыдным и совершенно непрофессиональным отношением к тому делу, которое им поручено. И Талаева, Лицкий и подобные люди, это, конечно, преступники. С нашей точки зрения они преступники. И мы это будем повторять постоянно. А юридически преступниками они станут после того, как сядут на скамью подсудимых, когда их деятельность будет расследована. А для меня, как человека достаточно опытного в этих вопросах, их преступление совершенно очевидно. И я думаю, что когда нормальные люди придут в правоохранительную систему, вот подобных лиц будут арестовывать просто пачками и сажать. И сажать. Кто-то из них, может быть, успеет сбежать. Ну, ради бога. Пусть. Если их там ждут за рубежом, пусть ждут. Пусть их там примут с распростертыми объятиями. Здесь, в нашей стране, Талаевы, Лилицкие абсолютно не нужны. Это люди абсолютно чужие русскому большинству. Тем более, это соучастники преступной деятельности нынешнего самозванного режима воров и проходимцев. Возвращаясь к нашему шествию. Наше шествие хотели бы мы провести 2 мая, поскольку 1 мая многие православные сказали, ну, мы там после службы, нам будет тяжело встать там рано утром. Не так уж и рано, если вы к часу, к полвторому приедете к метро «Октябрьское поле», то, наверное, вы не так сильно пострадаете. По-моему, это все вот отмазки. Мне очень печально, когда люди, называющие себя православными, предпочитают какую-то частную деятельность в общей борьбе со злом. И это какое-то уже фарисейство, понимаете. Я побегу лучше на службу. Вот скажите, вот если у вас ребенок болеет, вы пойдете на службу все равно, несмотря на то, что он болен, и требуется помощь ему. Если вы действуете как фарисеи, тогда получается, что у вас человек для Пасхи, а не Пасха для человека. Ну да, это крупнейший и самый главный праздник всех православных, который вот так уж повелось и пришелся на 1 мая в нынешнем году. В другие годы такого совпадения не было. И что ради этого мы должны отказаться от традиционного русского шествия, где, кстати, мы хотим сказать важные слова о тех безобразиях, которые творятся в нашей церкви, виновником которых является вот эта крипто-католическая группировка во главе с человеком, которого называют патриархом всей Руси и даже святейшим. Для меня лично это никакой не святейший, никакой не патриарх и даже не священник. Ну такой же проходимец, как и человек, который называет себя президентом. Полностью аналогичная ситуация. Ну, раньше мы, православные люди, предпочитали помалкивать и ничего не говорить, потому что, может быть, там как-то в церкви все-таки все образуется, там есть опытные архиереи, там есть монашество, священство. Есть люди, которые должны думать, церковь-то она Христова или нет. А сейчас получилось так, что грань размылась. Где церковь Христова начинается, где она заканчивается, непонятно, потому что уния с Папой Римским уже состоялась в лице Кирилла Гундяева. Будем называть его именем, которое он принял в монашестве. Ну, принял так принял, будем называть так, как он сам себя называет. Уния Кирилла Гундяева с Папой Римским состоялась. Совместная молитва состоялась. Это нарушение, грубейшее нарушение канонов. И по апостольским правилам подобный священник должен быть извергнут из сана. Но этого не состоится, потому что подобными проходимцами московская патриархия наполнена достаточно основательно. И вот эта трусость, которая побуждает фактически отвернуться от Бога и следовать некому профессиональному выбору. Вот вы же, ну куда же вы пойдете, если вас сейчас просто запретят в служении, пинком вышибут из какого-нибудь храма. Вот вы помалкиваете, господа священники. А молчанием предается Бог. Если вы не можете служить Христу, боитесь, что вас выгонят, вам неизвестно, где вы будете после этого кормиться. Ну, какие вы христиане? Вы не христиане, вы фарисеи. И вот московская патриархия – это нечто фарисейское. Русская православная церковь наша, мы никуда не собираемся уходить. А вот эти патриархатные, так правильно называть их, чиновники, они, конечно, абсолютно не верят ни в Бога, не собираются исполнять обязанности, которые на них накладывает сан. Они на все это плевать хотели. И все эти истории с так называемым патриархом, с часами, с этой нано-пылью, с патриархомобилем, может кто не знает, такой специальный автомобиль сделали для патриарха московского и всей Арусии, так, чтобы он свою тиару не снимал с головы, или как там называется этот колпак, который он надевает. Вот ему не хочется снимать, поэтому такой вот есть у папы папа-мобиль, а вот здесь тоже своего рода такой патриархомобиль. Специальный такой потолок сделали с такой изогнутой крышей, чтобы не снимать свое убранство. Ну, это постыдное дело, то есть это уже не монахи, ничего монашеского в их жизни нет, и тогда они и не могут считаться никакими архиереями. Это просто люди, которые захватили власть в московской патриархии, хозяйственники и разного рода скрытые криптокатолики и экуминисты. Вот они захватили власть, и мы об этом должны прямо говорить. Восьмой собор, который они проводят, они говорят, нет-нет, это не собор, хотя он священнейший, там все православный. Это восьмой собор, это волчий собор, который собирается по воле вот этих скрытых и открытых экуминистов. Будет совещание как раз людей абсолютно враждебных к христианству. Поэтому мы должны об этом громко и открыто сказать. А где вы, православные, об этом сможете сказать или услышать? Да нигде. Вам что, на Пасху где-то в храме об этом расскажут? Никогда. Никогда. Сейчас решается вопрос, вы с кем? Со Христом или с вот этими людьми в рясах, которые называются священниками, на самом деле таковыми не являются. Они учили там что-то, они прекрасно знают. Они прекрасно знают, что совершают канонические преступления. Они прекрасно знают, что это отступление от апостольских канонов. Но будут молчать, будут молчать, будут вас обманывать, а вы как наивные люди будете их слышать. Конечно, это не главное. Конечно, это не главное в нашем шествии, это не конфессиональное какое-то шествие. Это шествие «Русская весна», посвященное проблемам русского народа. Но коль скоро в русском народе подавляющее большинство православных, значит, эта проблема нас всех касается, очень остро касается. Обычно все-таки мы 1 мая посвящаем такой агрессивной критике политики ныне действующих властей, которая превратилась в олигархический режим. И мы выступаем против олигархии. Против олигархии – это первый лозунг, как и лозунг в нашем движении, в нашей партии «Великая Россия» «Воля нации – смерть олигархии». То есть мы желаем олигархии смерти. Олигархии, как некоему институту, некой форме правления, которая образовалась, волей вот тех предателей, которые сидят в Кремле. Волей Ельцина, потом его преемника Путина, его тандема Медведева и всей этой шайке, которая там сидит, все эти либерал-предатели, они продолжают действовать. Мы продолжаем их ненавидеть. Мы не возбуждаем к ним ненависть. Они являются объектом ненависти подавляющего большинства граждан России. Это нам рассказывают, что кто-то там их поддерживает, кто-то им аплодирует. Да нет, олигархию ненавидят все. Ну, за исключением тех, кто ее обслуживает и за обслуживание получает свои 30 серебряников. Это очень небольшая прослойка тех негодяев, которые грабят нашу страну. А так ненависть уже присутствует, куда деваться. Так же, как и раскол в церкви уже присутствует. Он организован вот этими криптокатоликами, которые присягают папе. И, в общем, этого теперь и не скрывают. Раньше скрывали, раньше скрывали вот эти тайные вечери, которые они проводили не с Христом, естественно, а с папистами. Они были заодно, теперь они решили выступить открыто, фактически открыто переформатировать русскую православную церковь. Мы им этого не дадим. Не дадим. Я думаю, что патриарх Кирилл рано или поздно будет из сана извергнут. И я думаю, что мы все, как русские православные люди, должны постараться этому поспособствовать. Так же, как и поспособствует тому, чтобы преступник и главарь всего вария, который присутствует сейчас в правительстве, Владимир Путин, тоже был осужден, оценен по заслугам. Конечно, никакой он не президент. Мы его таковым признавать не должны. Вынуждены мы подчиняться порядкам этого режима, потому что насилие, потому что то, что мы говорим, не только политические репрессии, но и просто повсеместное насилие этого режима над нами, над здравым смыслом. Россия не может подняться, потому что, как в Вериге висят вот эти люди, вот этот режим на наших плечах, и нам только надо сбросить этот режим. А сбросить его можно только, изменив свое сознание, которое, конечно, замусорено. Не включайте телевизор, если он на вас так действует. Если вы начинаете любить начальство, только от просмотра какой-нибудь передачи, где вот это истыканное ботоксом лицо что-то там вещает, хихикает там подло, что-то там такое обещает сделать, выполнить и так далее. Ну, все то, что вы видите, это все вранье. Вот если вы будете смотреть на все это и там мысленно приговаривать, вранье, вранье, тогда, может быть, вы сможете воспринимать адекватно все, что там есть. А лучше вообще не смотреть. Вы сделали один раз вывод, что в стране правят олигархи, фактически оккупационный режим, гауляйтеры такие, они абсолютно не имеют ничего общего с нашей страной. Они враждебны русскому большинству, они используют, вот сейчас, нацгвардию создали. Для кого? Против кого? Конечно, против русских. Конечно, против русских. Не будут они бороться. Терроризм, так это же у них средство для того, чтобы поднять свои рейтинги. Если нет терроризма, то с кем же тогда бороться? Вот выдумка, какой-то там международный терроризм. Да вы его сами создаете и сами с ним боретесь, а нам байки тут рассказываете. И в нашей стране нет никакого международного терроризма. Есть гнезда террористических группировок, которые ныне действующие власти очень тщательно лелеют, чтобы они, не дай бог, не затухли. Есть наркотрафик через нашу страну тоже, там наркоконтроли, те, кто обязаны бороться с наркотиками, с наркопотоками. Они, ну не дай бог, остановить для них эти потоки. А что же они будут делать? За что они будут получать закулисные платежи в конвертах и официальные зарплаты и должности? Ну они тогда все потеряют. Поэтому эти люди действуют последовательно против нашей страны. Если мы в этом будем абсолютно убеждены, следующий наш импульс – это объединение. Вот мы объединяемся на шествии «Русская весна». Мы объединяемся в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах тоже. Будут свои шествия. К сожалению, в этот раз серьезной информации на этот счет я не имею. Кое-где пройдут пикеты, где-то пройдут митинги. Не получилось в этом году сделать всероссийскую акцию, потому что люди стали трусить. Ну если вы трусите, вы предаете своих детей, вы предаете будущее своей собственной страны. Просто вот трусость становится соучастием в преступлении. Выходите на «Русскую весну». Вам ничего, ей-богу, не грозит. Нам, организаторам, довольно много чего грозит. И многие сидят за решеткой, вот как Кирилл Барабаш. Вы ему помогаете? Вы ему деньги перечисляете для того, чтобы его семья, потерявшая кормильца, могла как-то существовать? Ведь нет? Нет, но вы хотя бы выйдете с флагом, поставите. И это будет хоть каким-то вкладом в русское движение, если вы уж больше вообще ничего не можете. Нормальный русский человек должен повседневно участвовать в русском движении, в русском освободительном движении, которое должно покончить с путинским олигархическим режимом. Если вы не участвуете в этом, то кто же вас спасет? На кого вы рассчитываете? Что над вами смилостивится? Что вам позволят жить? Не позволят. Не позволят. Эти люди ведь в условиях кризиса не могут выпустить из рук ничего. Они не могут поделиться с кем-то. И наоборот, надо наращивать прибыли. Поэтому сейчас они начнут грызть друг друга. Но вас-то они точно не оставят. Они будут доить вас до крови, пока вы вообще будете живы, пока в стране есть хоть одна капля нефти или хотя бы один алмаз там где-то из Якутии можно извлечь. И пока вы существуете, пока вы трудитесь, создаете материальные ценности, вас будут грабить, будут у вас отнимать все то, что вы создали. То есть эти люди абсолютно циничны. У них просто нет никаких пределов, нет никаких тормозящих механизмов. Потому что это люди безнравственные, это жрецы золотого тельца. Они обслуживают вот свои психозы. Им больше и больше нужно. Не могут остановиться. Может остановить их только русское движение, которое сформирует русскую нацию. Раздерганную, сейчас растоптанную, но все-таки еще как такой потенциал, возможность существующую. Мы должны спасти русскую нацию от уничтожения той политикой, которая проводится сейчас Путином и его компанией. Вот так вот у нас главный лозунг на шествие «Русская весна» это национализация собственности и власти олигархии. Национализация собственности и власти олигархии. Некоторые тоже тут встречаются, какие-то шизофренические совершенно люди, они не могут даже строчку до конца прочесть. Они говорят, ой, тут какой-то социализм. Оказывается, национализация – это социализм отождествляется. А вы можете прочесть до конца строчки и увидеть, что это национализация, собственности и власти олигархии. Что такое олигархия? Вот эти недоучки, эти безграмотные и необразованные люди, даже не владеющие русским языком, они не могут понять, что такое олигархия. Не могут понять, что такое олигархия. Это власть денежных мешков. Власть немногих, которые действуют в свою пользу. Прямая альтернатива аристократии. То есть вот антиаристократия – это и есть олигархия. Аристократия – это власть немногих, действующих в общее благо. А олигархия – это власть немногих, действующих только на свое благо. Вот эта группировка из нескольких сот человек действует только ради своей частной или групповой прибыли. И удерживает страну в повиновении террористическими методами. Вот он, где терроризм. Терроризм не где-то в Сирии. Терроризм вот здесь. Он исходит от ныне действующей власти. И мы ее, как полноценные граждане, должны ненавидеть, как ненавидят преступников, уголовников, убийц, воров. Это же норма. Это норма. Поэтому, исходя из этой нормы, мы должны участвовать в русском движении и стремиться к тому, чтобы этот политический режим рухнул. А государство российское, конечно, мы должны спасти. И народ русский мы должны спасти, как и другие коренные народы. Поэтому мы должны действовать сообща вместе ради национализации собственности и власти олигархии. Второй лозунг у нас связан с миграционной политикой. Это то, что официально подано. И мы получили согласование на 1 мая. На 2 мая, к сожалению, не получилось. Но тем не менее, я все-таки надеюсь, что здравые православные люди пойдут не отдыхать после ночной службы, а пойдут на наше шествие. Ну, немножко потерпят и придут. Все-таки это не такое тяжелое испытание, как те испытания, которые достаются, например, Владимиру Квачкову или Кириллу Барабашу, когда каждый день это мука. Мука за нас с вами. А вы не хотите выйти даже один раз, два раза в году, пройти вместе с шествием, продемонстрировать солидарность с политзаключенными. А второй лозунг у нас связан с миграционной политикой. Шествие у нас начнется с того самого места, где полоумная узбечка, отрезавшая голову русской девочки, за которую она должна была присматривать, бродила там, именно вот там, на Октябрьском поле, и потрясала отрезанной детской головой. А полицаи ходили мимо и с любопытством наблюдали, что же это такое, может это вообще муляж и так далее. И около часа вот этот, так называемый, флешмоб продолжался с отрезанной детской головой. Это, конечно, ужас, но для нас это еще возможность как-то устыдиться тому, как мы допустили заполнение нашей страны вот этими психопатическими элементами. Их же очень много. Они абсолютно асоциальны. Они совершенно не собираются ни адаптироваться к русским условиям, ни ассимилироваться. Они вот такие. Вот этот символ миграционной политики Путина и его друзей. Это отрезанная детская голова. И мы должны, конечно, почтить память вот этой девочки и всех жертв этой безумной миграционной политики, предназначенной для того, чтобы уничтожить нашу страну и наш народ. Именно так, именно это является целью. Они хотят заместить народы России, коренные народы России, пришлыми народами, которые готовы будут жить, как рабы. Рабы вот такие. Рабы вот такие. Отрезанная детская голова. Вот символ рабства. Раб живет вот так. Он, наконец, начинает ненавидеть всех вокруг и ближнего своего готов зарезать, даже если это ребенок. Поэтому это не просто мигрантофобия. Это наше действие против ныне действующей нынешней власти, наша сплоченность в неприятии этой политики. И только на третьем месте у нас лозунг «За Русь против ересей». Против ересей, а так называемый патриарх Кирилл это, конечно, ересиарх. Это ересиарх. В этом ни один русский православный человек не должен сомневаться. Даже если ему сейчас как-то очень неудобно, как же на Пасху идти к какому-нибудь священнику, который будет поминать патриарха Московского и всея Руси, отца нашего. Трудно русскому православному человеку отказаться от того, чтобы идти в церковь на Пасху. Трудно, но нужно. Но нужно. Во-первых, потому что невозможно участвовать в том, что организуют замалчивающие преступления Кирилла Гундяева. И как к ним на исповедь и на причащение ходить? Это люди православной церкви, христовой церкви или нет? Пока это не будет установлено, невозможно участвовать в этих ритуалах, в ритуальной части. А осмысливая то, что происходит, необходимо, конечно, идти только под благословение только тем, кто действительно молчанием не предает Христа. Поэтому первого числа надо идти православному человеку на русское шествие. На русское шествие. Ну, если по-другому нельзя, вы можете, конечно, сходить, стоять в сеночную, вернуться домой, выспаться и прийти. Очень неприятно, когда русские организации декларативно отказываются от участия в шествии, потому что Пасха. Это, конечно, недопустимо. Вы для какой цели созданы, господа? Зачем вы создавались? Для того, чтобы поддерживать христианские ритуалы? На это есть другие люди. Вы созданы для борьбы за права русского народа и за русскую национальную власть. Тогда вы не можете пропускать 1 мая, даже если нам не удалось перенести воли ныне действующих властей в мероприятие на 2 мая. Мы готовы были это сделать, но нам ни в Москве, ни в Питере не согласовали 2 мая. Поэтому необходимо и русским православным организациям выходить 1 мая, несмотря на то, что шествие совпадает с праздником Пасха. Никак праздник, православный праздник, христианский праздник не мешает шествию. И можно их совместить, и нужно их совместить. Мы празднуем Пасху в виде русского православного шествия против ересей, которые нам навязывают вот эти хозяйственники патриархатные, которые Христа предали. Есть и другие вопросы, которые, конечно, мы будем поднимать и о политических репрессиях, и о политзаключенных. Обо всем этом мы будем говорить. Мы договорились, что к нам придут на шествие участники движения Новороссия, ополченцы, которые выступят. Нас тоже это волнует, потому что 2 мая это вторая годовщина событий в Одессе, когда были заживо сожжены десятки людей, и никто за это не ответил. Вот этот преступный режим Порошенко, конечно, должен быть осужден, всячески осужден. И мы должны помнить Одессу, не предавать Донбасс, бороться за Новороссию, за новую русскую Россию, за освобождение как Украины, так и Российской Федерации от воровской, русофобской власти. Те и другие, что в Киеве, что в Москве, наши враги. И мы должны об этом очень прямо заявить. Я надеюсь, что участники движения Новороссия прибудут к нам, скажут все, что они думают о предательстве в Москве и о террористической деятельности киевских властей. Ну, а мы постараемся тоже призвать тех, кто все-таки 2 мая сможет прийти на митинг за Новороссию. На Суворовской площади точно время нам не сказали, где-то около 12 часов этот митинг будет. Суворовская площадь такой загончик, очень неудобный для митингов, и туда люди обычно не ездят как-то непривычное такое место, сделать его привычным. Мы провели там много митингов, но как-то не удалось. Но если удастся движение Новороссии во главе с Игорем Стрелковым, и слава Богу, и слава Богу, если эта площадка будет все-таки освоена, и русские люди смогут собираться не только на Октябрьском поле, или не только влюблено, но и на Суворовской площади. Мы всячески готовы к объединению русских национальных сил, тех, кто сопротивляется на недействующем режиме, но все-таки мы сохраняем свою особость, свою самость. Если движение Новороссии объединяет людей самых разных мировоззренческих предпочтений, вплоть до коммунистов, мы все-таки стремимся к тому, чтобы у нас была совершенно четко выверенная идеологическая позиция. Мы русское национальное движение. Мы не совпадаем ни с левыми коммунистами, ни с левыми либералами. Мы русское национальное движение националисты, русские националисты, и гордимся этим. Наш мировоззренческий выбор сделан, и мы его дальше будем подкреплять. Но, конечно, будем поддерживать и протест, общий протест против ныне действующей власти, если этот протест не исходит от врагов России. Поэтому с либералами, конечно, у нас не может быть ничего общего. С коммунистами типа зюгановцев, конечно, тоже мы не можем иметь ничего общего, и с ними совместно никаких акций проводить не собираемся. Ну, а с честными русскими людьми, которые, может быть, идеологически заблудшие, заблуждаются в своих предпочтениях, мы готовы взаимодействовать и готовы двигаться вместе к русской национальной власти. Слава России! Встретимся на «Русской весне» в Москве, 13.30, Октябрьское поле.